Зона повышенной аварийности появилась в четверг вечером на улице Запарина. Там за пять минут произошли три нелепых ДТП. Разбитыми оказались пять машин, причем двигались только четыре из них. Слостных нарушителей, проехавших против движения, среди водителей не было. Все они стали жертвами обстоятельств по пути к улице Ленина. Старт разрушительному заезду дал 54-летний водитель Ниссана Тирана, не выдержавший боковой интервал до Тойоты Раум. Он сначала ехал за мной, выезжал с развязки с Запарина. Ушел направо, решил меня обойти справа. Но сделать этого он не успел, он тиранул меня за бампер. Это столкновение повлекло минимальную встряску. Зато следующее не заставило себя ждать и пары секунд. Нас подрезал, впереди Тирана была машина припаркована. Он подрезал нас, задел нас. То есть и Тирана начал останавливаться, и мы начали останавливаться. Все, мы остановились и в нас влетают. Автором следующего удара стал водитель Хонды, жертвой уже помятый Раум. И снова ошибка дистанции. Набранная скорость не позволила водителю затормозить перед остановившимися иномарками. Только участники аварии успели перевести дыхание, смотреть повреждения и вызвать ГИБДД, как стали свидетелями еще одного крушения, куда более эффектного. Поворачиваемся, корзина взмывающая воздух, там все галант у него. Перед ним остановился, начал тормозить резко Лексус, когда увидел пробку. Но для того, чтобы не влететь в Лексуса, дернул руль вправо инстинктивно. Он вылетел на обочину, три раза на обочине подскочил, пробил шины и влетел в колзину. Молодой человек, управлявший галантом, внес в рассказ друзей по несчастью правки. Лексус, конечно, бить не хотелось, но и не пришлось бы, будь дорога получше. Аккуратно обрулить машину не позволил островок разбитого асфальта. Я у нее ударился, колесо пробил и улетел сюда, вот в эту машину, чтобы не въехать в Лексус. Хозяйке поврежденной колдины от этого не легче. Она оставила свою машину на парковке около кафе, сама была в заведении. На улицу ее вызвал тревожный сигнал охранного брелока. Виновника оказалось три – водители Ниссана, Хонды и Митсубиши. Напоследок все шоферы прошли освидетельствование и подтвердили свою трезвость. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Ольга Соколова и Павел Рогатин.